Радио Камчатка. Гость в студии. 9 часов 18 минут до Камчатки и действительно гость в студии присутствует. Да, это такой уики-вики, вау-вау. Сегодня к нам заглянул Александр Пелёвин. Для широкой публики пока ещё неизвестен. Супер-мега-диджей, супер-стар. Лучший диджей Камчатки, да? Спасибо. Смотрите, в общем, что произошло. Саша является диджеем, он ивент-диджей, то есть он работает на всякие роды мероприятиях. Плюс к этому он ещё и клубный диджей. И недавно Саша прошёл финал главной свадебной премии Сибири и Дальнего Востока, учреждённой журналом Вейдинг. Представляете? Ого! Ого! Наших вон как далеко знают. Ну мы вас поздравляем всячески. В общем, молодец. Спасибо. Ну круто. А большой конкурс, много номинантов? Номинантов? Ну, полно-полно. Там порядка 30 или 40 номинаций. А номинантов... На каждую номинацию? Внутри каждой номинации, ну, там десятки человек участвуют. Ну, чтобы вы понимали, кроме, насколько мне известно, кроме диджеев, там и фотографы, и видеографы, и ведущие, и организаторы. Все, кто так или иначе занимается... Причастен к организации свадьбы. Да. Свадьбы любого мероприятия. Короче, и ты всех порвал в номинации диджей, супер-мега-диджей, ультра-супер-старк? Ну нет, подожди, давай не будем опережать события, я еще пока не всех порвал. Пока вошел только в тройку. Ты начал потихонечку разрывать. Да, да, да. Финалисты будут объявлены на церемонии награждения 18 марта в городе Горьево-Алтайск. А как это происходит? То есть собирается зал, да, и ты должен их как-то расколбасить? Нет, нет, нет. Есть определенные требования к заявке. При подаче заявки соблюдаем эти требования. Работает потом жюри на протяжении месяца. Жюри — это также специалисты из индустрии, победители прошлых лет, и плюс представители разных организаторов мероприятия по разным городам, по России. А что нужно было сделать, ты расскажи. Нужно было записать промо-видео с использованием диджейской рутины, с диджейскими всякими фишечками, которые имеют свое название, свой способ их изготовления. Нужно было сделать это видео, плюс описательную часть своей работы, какого-то технического, программного момента, и все. Вот все это дело отослать и заплатить небольшую денежку за участие. Иными словами, вот это вот, с чего начал Макс Вака-Вака сделать, снять это на видео, получается, и отправить на суд жюри. Ну, причем это видео должно быть какое-то срежиссировано, продуманное. То есть не просто, что видео-видео. Поставил телефон, пошел играть, да? Ну, можно и так, но где-то успеха там, наверное... Ну, я видел Сашкино видео, классно получилось. Это где-то на фоне ковра, где ты играешь? Это вот это? Это оно. А-а-а! Мне кажется, там победил ковер. Теперь я понял. Ковер это основная... Нет, там победили усики, между прочим. На ковер вся ставка была. Да. Так, и с кем ты в финале? Расскажи о соперниках, откуда они, что это за люди? В основном, если смотреть, а я наблюдал за теми, за нашими участниками, в основном это люди из Сибири. В финал прошли ребята из Барнаула, по-моему, и Кимерова, если мне не изменять память. А как же Москва? По поводу Москвы. Есть региональная часть премии, есть премия всероссийская. Вот сейчас идет заявок на всероссийскую часть. Я вот думаю, наверное, можно и туда свой видосик в том числе закинуть. Мне кажется, обязательно надо... Но это говорит о том, что в Москве послабее, или просто Сибирики посильнее, или просто конкурс как бы смещен немножко? Это и смещен, но все-таки в центральной части посильнее будут работы. Но все-таки надо понимать, что у нас рынок, вообще вся эта ивент-индустрия, ну то есть праздничная сфера, она находится... Ну, скажем так, мы далеко не в авангарде, у нас все это только начинается. Просто в Москве, ну, короче, в миллионниках она уже выстроена, она уже существует. То есть у нас пока еще здесь... Мой догоняющий. Да, в регионе для многих диджей это человек, который... Да что там, он две колонки поставил, сидит с Винампом, да. Вот, это я, да. Диджей Винамп. Да, я просто видел Сашу в работе, он артист, ну, натуральный, то есть что... Он танцует за пультом, типа как вот эти девчонки там на пляже. Ну, то есть, короче, диджей это не просто человек, который треки ставит. Я думаю, Макс прекрасно понимает, о чем речь. То есть это человек, который работает с материалом до, после, во время дискотеки. Ну, и, соответственно, техническая сторона тоже важна. Меня всегда интересовал вопрос. Вот диджей, он же в наушниках, ну, гремит музыка, дискотека, пляшет. А что в это время в наушниках? И как вы вообще определяете, в какой момент вот эти вот движения делать? Музыка для медитации. Там следующий тракт ты должен... А как вот этот мозг свой настроить? Ты же по-любому слышишь, что идет за наушниками или не слышишь? Как вообще это... Ну, наушники это просто у тебя есть часть, трек, который играет в зале, который слышат все люди. Тебе нужно что-то к нему еще включить. И наушники тебе нужно для того, чтобы послушать, что это следующее будет, и все. То есть, ну, если ты... Можно их не использовать. Если ты знаешь досконально свою библиотеку, все свои тысячи, десятки тысяч песен наизусть, и тогда тебе не нужно ничего послушать. А так в целом, как бы, да, ты просто послушал наушник, что там происходит в следующем треке, и его ставишь. Какой-то определенный момент, нужно как-то красиво обрезаться, да? Хорошо. А как ты определяешь, вот перед тобой, там, 100 человек, свадьба, как ты определяешь, какой трек будет следующий? У этого всего нету какой-то формулы, точно. Это все на уровне ощущения и психологии вот этого танцпола, который вырабатывается годами непосредственно. Кажется, есть наитие. Ну, я понимаю прекрасно, поэтому, да. У каждого диджея есть свои методы определения. Я понял, что с той стороны такой вопросик подвоха. Нет, нет, здесь никакого подвоха. Здесь каждый диджей, это немножко такой терапевт. То есть нужно сначала определить, прощупать публику, как-то найти, попробовать максимальные точки пересечения, чтобы... Вот, безусловно, очень правильно. Это то, чем отличает вот нас ивент диджеев, людей, работающих на мероприятиях, от вот ранее как-то сказали... Клубных. Ну, нет, не клубных, а просто вот то, что сейчас происходит в индустрии, что разные специалисты занимаются разной организационной частью, организационной частью проведения мероприятия. И вот диджей в том числе, вот этот терапевт, то есть идет подготовка к мероприятию до него, да, ты понимаешь, какая у тебя будет публика, она всегда будет разная. На, если мы берем события, это возрастные какие-то люди, ну, постарше, помладше, с разными интересами и прочее, ты их изучаешь сначала, кто у тебя будет, какая компания, ты к ним готовишься, материал какой им подать, какой у них запрос на это мероприятие, настроение его. И в процессе ты вот этой терапией занимаешься, то есть направляешь музыкально людей туда или туда. Так, ну, а если вы только подключились, напомню, у нас сегодня в студии диджей Александр Пелевин, он недавно прошел в финал главной свадебной премии Сибири и Дальнего Востока, учрежденной журналом «Вэдинг». Саша, скажи, кто-то с Камчатки еще участвовал в каких-нибудь, может быть, других номинациях, если ты в курсе. Да, с Камчатки участвовал в этом году и в прошлом году фотограф наш Павел Петровский. В том году он вошел в шорт-лист участников. Значит, премия, есть участники, есть по промежуточному этапе определяют финалистов и шорт-лист участников. Шорт-лист — это те, которым было уделено внимание. Хорошие работы, но, к сожалению, не дотянули до финала. Вот в этом году Павел тоже участвовал, но, к сожалению, только участникам. Ну, я думаю, ничего страшного. Раз получилось, и второй раз получится. В целом радует, что в прошлом году Паша был первый, кто вообще заявился на эту премию. Единственным с Камчатки и с Дальнего Востока, по-моему, даже, если я ошибаюсь. Ну, то есть, если мы берем Владивосток Хабаровского. В этом году нас уже двое. Очень хочется, чтобы ребята с нашей индустрии двигались. Объясни, вот для тех, кто, ну, по обе стороны баррикад, и для обычных людей, и для тех, кто занимается ивентом, мероприятиями, зачем вообще это надо? Для тех, кто занимается ивентом, это выход из зоны комфорта и точная точка роста для самого себя. Потому что, ну, чтобы участвовать в премии, нужно проделать много рутинной работы, которую ты не делал ранее. И это такой некий трамплинчик для самого себя. То есть, новая практика. И в целом люди из индустрии за пределами, ну, края нашего, следят за происходящим в других регионах и за происходящим с другими людьми, коллегами. Вот, и это некий, получается, такой соревновательный момент. И, соответственно, вся индустрия от этого растет. То есть, каждый следующий старается быть лучше предыдущего. Кстати, вы про выход из зоны комфорта. По-любому, у каждого же диджея есть такие персонажи, которые диджей поставят в мою пластинку. Есть эта практика до тех пор? И как вы к ним относитесь? Как вы прислушиваетесь или как-то вежливо отказываете? Когда как. Знаешь, иногда бывает, ну, прости, Саша, я вмешаюсь. Иногда приходит человек, просит такую песню, а ты ее просто не знаешь. И думает, ну, ты где-то, может, слышал, но ты не знаешь, как она работает. Я это имею в виду. То есть, как она сработает на танцпол. И ты думаешь такой, а почему бы нет? Собственно, и готовишь почву, включаешь, и тут бабах, она стреляет. То есть, это была такая, значит, это был человек-подсказка, как тебе продолжить дальше канву. Ну, иногда, конечно, прости такой зашквар, что ууу, ноу, 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 ноу. Так, а у гостя нашего? Ну, собственно, Марк, как человек с большущим бэкграундом, ответил прям полноценно на этот вопрос. Тут еще момент зависит от того, где мы находимся. Если мы в рамках какого-то заведения, где есть свой набор правил музыкальных, то и люди подходят с каким-то заказом, который не входит в это правило, тогда мы тактично отказываемся. Ну, условно, в рок-баре вороваек ты не поставишь, да? Нет. Если же мы говорим про ивент, где это событие частное, это там, естественно, надо людям пойти навстречу. Так, ну что, поздравляем Сашку. Он единственный камчатский диджей, представляющий наш край на премии Сибири и Дальнего Востока, свадебной премии, учредительной журналистой «Уэддинг». И заглядывая к ним в соцсети, я вижу действительно там огромное количество номинаций и лучшая площадка для церемонии, лучшая ведущая, лучший ведущий, лучший диджей, лучшая лав-стори. Отдельно, вот, ну, вы все здесь так или иначе причастны к этой сфере, сфере праздников, развлечений. Респект за то, что не побоялся отправиться туда. И Паше Петровскому, фотографу, который тоже представлял наш край в этом событии, тоже большое почтет и уважение. Надеюсь, все остальные подтянутся, и мы продолжим расти. И пусть как можно больше камчатских имен звучат за пределами нашего полуострова во всяких разных классных конкурсах и состязаниях. Спасибо, что вы видите. И пусть камчатские свадьбы проходят на максимально качественном, новом профессиональном уровне. Александр Пелевин, диджей, который работает на разного рода площадках, в том числе на мероприятиях, был у нас в гостях. Спасибо, Саш, что пришел. Зовите Сашку, он вам устроит крутое музло. Спасибо. Гость в студии на радио Камчатка.